Что вам поговорить? Как дела встоят у братвы? У всех людей упорядоченных. Братья Карамзановы. Карамзановы? Да, Карамзанова. Карамзанова? Кто? Читайте книжки, дети. Не будьте такими, как я, тупыми и... Всем привет, друзья, меня зовут Векшита, и раньше я очень сильно не любил читать. В начальной школе чтение было для меня самым большим наказанием. Потом, конечно, я втянулся, и от некоторых книг меня было просто не оторвать. Друзья, но что сейчас? Сегодня мы зададим вопросы современным школьникам, узнаем, что они читают, читают ли вообще, и разыграем очередной денежный приз. Друзья, каждому желаю приятного аппетита, приятного просмотра. Меня зовут Векшита, и мы погнали работать. Ну, меня зовут Сёма, мне 19 лет, я тиктокер. Меня зовут Матвей, я являюсь фитнес-тренером и выступающим атлетом на данный момент. Также сейчас готовлюсь к соревнованиям. Ты бодибилдер или мэнс-физик? Мэнс-физик. Ну, это так, чисто. Как зовут? Меня зовут Влад. Влад, чем занимаетесь по жизни? Отдыхаю. Меня зовут Дима, мне 18, и я учусь и работаю. Кем ты видишь себя через пять лет? Я себя вижу стоматологом. Максимально стильная одета, так никто не одевается. Не поспорить с вами. Я же не поклонник ваших маргенштернов. Я Лера, я косплеер. И что еще могу сказать? Ну, я красивый, да? Я заканчиваю одиннадцатый класс. Я не знаю, что вы же сказать. Какие предметы собираешься сдавать на ЕГЭ? Физика и математика. Образование? Учусь в университете Ургупс на первом курсе. На кого? Инженер-проектировщик. Знаешь, что я по образованию? Нет. Инженер-проектировщик? Да, реально? Реально. Какая последняя вами прочитанная книга? Ли Кока карьера менеджера. Круто. Ну, я вот в это заходил и просто поймал в книжную и увидел. Что ты можешь сказать людям, которые верят в стереотип, что качки тупые? С этим я бы поспорил, потому что я учился в МГТУ на бюджете. Завал физику, матан русский. И типа, если ты образованный, если ты хочешь, то ты можешь всего достичь, добиться. Можешь читать книги, развиваться в разных направлениях. В этом ничего сложного я не вижу. Все сегодняшние вопросы скрываются в моем портфеле. Как ты думаешь, зачем мне портфель? Чтобы носить в нем какие-то либо вещи. В принципе, логично. Сложно предположить, но, скорее всего, там много знаний. Мы нашли пять книг классической литературы. Предварительно тщательно заклеили автора. Спереди, сбоку и сзади. Цель участника – угадать, кто написал книгу, которую я ему показал. Для участника будет бонус. Один раз он сможет открыть книгу в любом месте, избегая первой и последней страницы. И, возможно, герои произведения или события натолкнут участника на правильный ответ. Первая книга «Преступление и наказание». Вот вертится в голове. А можно другую? «Преступление и наказание» я что-то помню. Либо Гога, либо Лермонтов. Нет, это не точно. Ну, наверное, Лермонтов. Можно подумать же. Конечно. Открыть нельзя, да? Открыть можно один раз. Один раз. Давайте блок. Блок? Да нет, я так шучу. Мы читали на литературе, проходили это произведение. Вторая книга. Что-нибудь библиотека. Что же делать? Что делать? Сломать что надо раз навсегда, да и только. Родион Романович Раскольников, господин студент. О, смотри, есть Раскольников. Преступление на... Влад, крутые очки. А это лучшие. Ты таких не найдешь. Ну, я знаю, но я не помню. Ну, я могу продать. А вы предприимчивый. Мы так не прожить, отдыхая, правильно? Влад, чем занимаетесь по жизни? Отдыхаю. Не Пушкин. Ну, и не Гоголь. Дим. Я пытаюсь вспомнить, есть школьная программа. Не, есть школьная даже. Конечно, есть школьная. Или школьная. Кто у нас написал-то? Какой-нибудь Толстой. Преступление, наказание. В общем, ребята, так как я не помню, я забыл. Федор. Чайковский. Хочешь открыть? Дима, ты как ты так вытащил? Вспомнил. Моя любимая книга, Достоевский, Федор Михайлович. Достоевский? Хотел сказать, Достоевский. Я подумал, что это слишком банально. Что вам поговорить? Как дела встоят у братвы? У всех людей упорядоченных. Всем хорошо. Чтоб жили, все отлично. Давай, что дальше? Следующая книга сборник. Белая гвардия и мастер Маргарита. Да, блин, все со школьной книги. Так, конечно. Вот Форзас не надо открывать больше. Чего я такой тупой? Почему я не учил? Да, мы читали точно так же. Хорошо, вопрос для тебя. Как звали Кота из мастера Маргарита? Кота? Кота. Ну, вот тут есть прикольное имя. Никанор Иванович. Пусть будет Никанор Иванович. Гарри. Что? Гарри. Наугад, я не знаю. Гарри? Да. Что с тобой, Гарри? Тургенев? Нет. Я должен знать. Господи, боже мой, вот эта строчка ассоциируется сейчас с моими мыслями. Лермонтов? Написал? Мастера Маргариту? Да. Лермонтов? Нет? Конечно, нет. Тебе 15 лет, да? Да. Ты читаешь сейчас вообще книжки? В основном нет. Почему? Потому что я сейчас занялся другими делами. В основном я ухожу в спорт и мне еще сдавать ОГЭ, поэтому времени особо нет. Вот, смотри. Девчата, девчата, а кто написал белую гвардию мастер и Маргарита? Ребята, ребята. Ну вот ты посмотри, да? Пушкин. Нет. Мастер и... О, тут откле... Смотри, у тебя на странице есть Берлиос. Это кто? Скорее всего, это он. Нет. Вариант и ответ. Аваков. Булгаков. Лермонтов. Грибоедов. Ну сразу 50 на 50 это либо Лермонтов, либо Грибоедов. Скорее всего, Грибоедов. Несмотря на то, что здесь два произведения, я бы понял только по одному из них. Мы его как раз сейчас закончили, и у меня вообще его одноклассники не любят, хотя я тоже как-то не очень. Да, я что-то какие-то сериалы знаешь, смотришь там, 80-е, наснимают, вот и залипаешь, книжки не читаешь. Стыдно, стыдно. Это мастер Маргарита Булгаков. Ты молодец. Дополнительный вопрос. Как звали Кота? Вы не поверите, долгая история, но я знаю ответ. Его звали Бегемот. Расскажи историю. Окей, я расскажу. У нас на литературе однажды учительница дала тест, очень маленький, маленький тест по этому произведению. Из очень глупых вопросов, и там был такой вопрос, как звали этого Кота. Я на него не ответил, но позже узнал, что его зовут Бегемот. Вот, значит, тест был не зря. Значит, тест был не зря. Третья книга. Сборник. Алые паруса и бегущая по волнам. Тоже старая книга. Очень старая. Открываем. Открываем. Я вас тоже вначале. Давайте вот так. Алые паруса. Ну, это что-то вообще из... Мы давно это читали. Я открою, да? Да, конечно. Открывай. Мы тут все скрыли, так что ты ничего не найдешь. Все. Ну, я не читал Бегущие по волнам. Алые паруса. Может, мама в детстве читала. Не помню. Так, кто написал? Алые паруса, бегущие по волнам. Этот, на этом, тоже на Магерштейр не вырос уже. Кайф. У этого автора такая короткая и звучная фамилия. Короткая, это понятно. В ответе сына Леонель Грей, скрив под усами улыбка, узнал себя и не наложил наказания. Смотри. Грей. Грей. Меня так собаку зовут, но ладно. Не самая важная информация. Капец. Неужели это та книжка, которая меня завалит сейчас? Грей. Смотрите, я вам даю подсказку. Судя по тому, как тут очень мало заклеено, автор у нас не имеет длинной фамилии. Алые паруса. Не Пушкин уронился, нет? Какой Пушкин тут бы не вместилось, Пушкин? Думай логически. Логично. Не знаю, что такое Грей, кто такая Ассоль? Нет. Дим. Песню знаю, читать книгу не знаю. Песню? Ну вот это, типа, как сказать? Ну, а-а-а, У синего моря, да. А есть Ассоль. Ассоль? Скажу, что я знаю эту книжку. У меня есть предположение. Смотри, сейчас будет феноменальная подсказка. Он капает. Ну, прикольная фамилия. Лермонт. Это не он. Не он, да. Влад, как с английским языком? Hello. Bonjour, ёпта. Смотри, фамилия этого автора – это цвет на английском языке. Какой цвет? Black. Нет. Подожди. Нет, я не знаю. Грин. Грин. Ну, это, ребята, мегамозг, мегамозг. Гринёв. Просто Грин. Александр Грин. А, Грин. Гринёв. Почему ты? Да. Кто такой Гринёв в литературе? Это тоже вроде бы… Ну, я не хочу ошибаться. Толстой либо Грин? Или как его там? Грин? Грин. Ты видел, да? Ассоль Грин? Ну, ты чё? Ну, блин, да, вы паруса. Ну, детство же прям. Детство. Я в детстве не читал литературу. Это была моя ошибка. Да. Читайте книжки, дети. Не будьте такими, как я, тупыми и глупыми. Всё, что я могу сказать. Вить, ну ты чё? Ну… Следующая книга «Три мушкетёра». Так забавно это. Так, ну я, пожалуй… Ну, книга известная, да, Вить? Книга очень известная. По ней столько фильмов снято. Вот как раз «Д'Артаньян». Я могу лишь прокомментировать то, что мне нравятся старые книги. То, что у них здесь такое прошлое. Мне тоже. Представляешь, сколько человек вообще её держало? Сколько человек её читало? Вы их из библиотеки взяли? Да. Достоявский? Нет, не Достоявский. Девчата, девчата. Девчата, кто написал «Три мушкетёра» книгу? Меня зовут Дима. Если мы поменяем в моём имени всего лишь одну букву, мы получим автора этой книги. Почему так трудно думать надо? Я от себя удивляюсь, как можно не знать. Я же это всё знал. Во-первых, твоя любимая книга. Моя любимая книга? Так. У меня нету любимой книги. В моём имени мы поменяем всего лишь одну букву, и мы получим фамилию... Дюма. А я помню, просто я вот забыл со школы. Давно прошло время-то. Рима. Альберт, что ты любишь вообще? Ничего. Дюма. Молодец. Сказали же любую страницу открыть. Ну, кроме Форзец. Александр Дюма. Узнал бы? Нет. Пятая книга. Братья Карамазовы. Ну, братья Карамазовы написали эту книгу. То есть братья Карамазовы написали братьев Карамазовых? Ну, а чё, им нет-то они... Не, братья эти там были. То есть автобиография получилась у нас. Ну, а есть же такое ведь, правильно? А, я думал, том первый, это и есть название. Братья Карамазовы. Да, ну это... А давайте тоже кого-нибудь спросим. Вот я вам новую, да, придумал? Влад. Держи микрофон. Да. Пожалуйста. Грушенька. Да, Грушенька. Я увидел это слово. Витя, давай. Читай внимательно. Том первый. Братья Карамазановы. Так, что же... Карамазановы? Да, Карамазанова. Карамазанова? Кто? Дим. Интересненько. Слава великому Октябрю, прикинь. Октябрю? Октябрю. Октябрю. Федорович? Федорович. 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 Спасибо вам успехов в работе, учебе, хорошо провести этот день. 87-й год, представляешь? 87-й, классно. У меня две мысли в голове. То, что тут написано про Достоевского, ну, то есть, скорее всего, это его произведение, но будут ли повторяться два произведения? Ну, ладно, мой качательный, это Достоевский. Молодец, правильно ответ. Хорошо, оттреку книжку просто. Да, повезло, очень повезло. Привет. А можешь подсказать, кто написал «Братьев Карамазовы»? Достоевский. Достоевский? Крутой чувак, давайте, Питунева, отожму. Егор, четыре ответа. Четыре из пяти, а то я был так близок, капец. Аллы Паруса. Аллы Паруса, вот. Я в шестом классе не читал это. И все. Пушкин либо Достоевский? Все, решай. Пушкин. Достоевский! Испугались? Обосрал. Достоевский. Зато повторил авторов, вспомнил, ну, такие школьные года. Вот. И в целом познавательно. И вот этот момент можно выделить как пример то, что нужно читать, развиваться. Ребят, еще раз повторю. Читайте книжки. В школе, на лагерях, книжки везде читайте. Вот. Будете умными, начитанными. Я просто забыл. Я вот из всех авторов знаю, ну, просто как бы путаю. Вот. Тут подошел паренек умный, начитанный. Вот будьте как они. Ну, как он, как они и как мы. Ну, как все, в общем, ребята. Читайте книги. Друзья, на этом выпуск подошел к концу. Учитесь, читайте, развивайтесь. А меня зовут Векшета. С вами было очень приятно. И до следующей встречи, друзья. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok